Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко прибыл в регион Ему поручено возглавить работу по ликвидации последствий разрушительного паводка Вместе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко Сегодня он посетит населенные пункты Чунского, Нижнеудинского и Тулунского районов Цель поездки – оценить ущерб, нанесенный стихией, жилым домам, объектам инфраструктуры и социальной сферы Семь детских лагерей эвакуировали в Шелиховском районе Все они расположены вблизи реки Иркут Предупреждение о возможном подтоплении получили также жители деревень и садоводств на Иркуте Уровень реки сильно поднялся в Верховьях Продолжит Анастасия Байдракова В детском лагере «Интеллектуал» недалеко от села Баклаши тихо и пустынно Как только поступило предупреждение о подтоплении, детей спешно собрали и увезли Обзвонили родителей и воспитанников детдомов, вернули в их учреждения Эвакуация заняла около часа Было предупреждение, приехали автобусы и эвакуировали детей после ужина А на берегу Иркута в поселке вечером необычайно оживленно Подъезжают машины, подходят люди У всех одна тревога Что с уровнем воды? Пример Тулуна слишком свеж, чтобы его игнорировать Документы собрали, надеемся на лучшее С Зунмурина пришли кадры, подъем воды там очень большой идет Ну пока вот так палочку воткнули, смотрим Надеемся, что обойдется В принципе, привыкли, ежегодно поднимается Но доходит до дороги вот сюда, дальше не переходит вода Судя по тому, что случилось в полуне, если есть предупреждение, готовы уже А что подготовили? Документы? Документы, вещи теплые Говорят, в 1971-м у нас по Олегу Кашеву вода бежала Тогда это все смоет Ну сейчас, тогда карьеров не было Сейчас много карьеров, скорее всего, туда, если что, вода уйдет В 1971 году Иркут поднялся до отметки в 533 сантиметра Сейчас уровень на метр меньше и не доходит до критического значения Которое в баклашах одно из самых низких 480 сантиметров Тем не менее, в районе подготовили пункты сбора и временного размещения Также жители предупредили о возможном подъеме реки Алхи Анастасия Байдракова, Артур Рощупкин, новости сейчас Уровень воды в реке Иркут в районе поселка Селиваниха областного центра За ночь поднялся почти на 2 метра Еще полтора остается до критической отметки Всю ночь специалисты администрации, мобилизованные группы и даже местные жители контролировали ситуацию На месте экстренно развернули оперативный штаб Привлекли тяжелую технику Вместе со специализированными службами работали Мадина Халикова и Александр Волков Несмотря на позднюю ночь, все силы и средства города мобилизованы По прогнозу метеорологов, уровень воды в реке Иркут в районе поселка Селиваниха Должен подняться до критических отметок На месте оперативно развернули экстренный штаб По поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова В ходе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций В областном центре ввели режим повышенной готовности После проведения комиссии по чрезвычайной ситуации Было принято решение организовать здесь пункт штаб И все работы, все службы принялись за работу Волонтеры и жители, и ТОС Селиваниха, они все активно откликнулись Они сейчас все здесь, мешки насыпают отсев Все работают, все с нами Городские дорожники сразу выделили 10 единиц техники И тонны материалов для возведения временной дамбы вдоль улицы Олонской Именно туда мог прийти первый гидроудар Здесь работают 8 КАМАЗов, 2 погрузчика Также мы сюда подвезли инертные в количестве 120 тонн отсева Также провезли ПГС, чтобы сделать перешеек между дамбой водоналивной и насыпной Все у нас идет в плановом режиме Рабочих около 40 человек, также мастера, ИТР, все под контролем Прилив большой воды ждали с 10 вечера до 12 ночи Поэтому уже с 20.00 специальные службы Иркутска приведены в готовность Помогло и оперативное, и адресное осведомление жителей поселка МКУ «Безопасный город» усилило личный состав Также были подготовлены автобусы для эвакуации населения Единая диспетчерская служба принимала звонки Об отметках уровня воды в реке Иркут специалистам докладывали каждые 2 часа Здесь сейчас выполняют ряд превентивных мероприятий для предупреждения подтопления, возможного подтопления Мы дежурим здесь, будем всю ночь находиться Проводится мониторинг уровня реки Иркут в Верховьях Это в поселке Баклаши, в поселке Тибельти, в Шаманке Помимо насыпной дамбы из мешков с песком и отсевом МЧС развернули водоналивное гидросооружение прямо на берегу реки Иркут Дамба длиной 600 метров только в одном отсеке за 15 минут наполнялась 25 тоннами воды А таких отсеков 24 Ее закрепили специальными штырями Начали мы с того, что в первую очередь обследовали гидротехническое сооружение, которое сейчас у нас находится У нас здесь проходит коллектор, который обвалован и, собственно говоря, и является изначальной дамбой Которую сейчас уже продляем Нам сильно помогает Автодор, общественность, волонтеры, собственно говоря, МЧС, безопасный город, все Эта ночь сплотила жителей Селивань И каждый помогал тем, чем мог На месте организовали питание, люди приходили с лопатами и вёдрами Делали всё, чтобы защитить поселок от возможного паводка Пока здесь ситуация стабильная Уровень воды в реке Иркут не повышается Он сейчас в норме И беспокоиться пока не о чем Но люди всё равно выходят, готовы работать и днём, и ночью И оставаться здесь до рассвета, лишь бы не допустить беды Я на Иркут вышел посмотреть на берег Машина подъехала, сказала о происходящем Сразу полетел сюда Спать хотел ложиться и идти уже Но я как бы знал, что здесь много народу К утру уровень воды в реке Иркут поднялся на 150 сантиметров До критической отметки остаётся ещё 90 Сейчас вода перестала прибывать Синоптики дают благоприятный прогноз На данный момент в Верховьях ситуация спокойная Информацию диспетчеры получают каждые 30 минут Мадина Халикова, Александр Волков, новости сейчас Тайшетский межрайонный прокурор возбудил дела об административном правонарушении В отношении мэра Тайшетского района и главы Шелиховского муниципального образования Сообщает прокуратура области Это связано с результатами проведённой прокурорской проверки Исполнения администрации муниципального образования Тайшетский район Требований законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Были выявлены нарушения мэром Вынесены предоставления об их устранении Материалы проверки направлены в суд Детей из Тулуна привезли в оздоровительные лагеря Иркутской области Не попавшие в зону наводнения Для перевозки задействованы школьные автобусы Из образовательных организаций Братска и Братского района Куйтуна, Зимы и Зиминского района, а также Сверска Подробности в нашем сюжете В оздоровительном лагере «Галактика» встречают детей Их разделили по группам, накормили, осмотрели медицинские работники Для малышей созданы все необходимые комфортные условия проживания Уставшие после долгой дороги дети первым делом звонят родителям и успокаивают их Некоторые из них приехали в лагерь впервые Рассказывает педагог-психолог Оксана Ишкова Она встречала детей уже здесь, в Иркутске И сейчас работает с ними Дети очень разные И у многих нет вообще даже никакой одежды То есть то, что у них было, то они и приехали И есть кто с вещами, но тоже немного вещей Поэтому желательно, чтобы их чем-то здесь обеспечили Дети очень хорошие, веселые Несмотря ни на какие вот все вот эти катаклизмы Они очень стойко перенесли все невзгоды Педагоги приготовили развлекательные мероприятия Чтобы оздоровительная программа прошла успешно И дети отвлеклись от той беды, с которой столкнулись Мы приложили все усилия для того, чтобы не в ущерб проводимым сменам Принять ребят, соблюсти карантинные мероприятия И гармонично, чтобы они влились в те программы, которые мы спланировали заранее На отдыхе дети будут находиться до тех пор, пока пострадавшие от паводка территории не приведут в порядок Марина Беклемишева, Надежда Даровская Новости сейчас при содействии ТРК «Братск» Эксперименты, неожиданные прочтения и не классическая классика Театральная публика Иркутска уже в предвкушении 12-го международного фестиваля имени Александра Вампилова Он пройдет в Иркутске с 16 по 22 сентября Свои спектакли представят 19 театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Воркуты, Уфы, Петропавловска, Камчатского и других городов России А также коллективы Франции, Польши, Израиля и Монголии Программы фестиваля уже опубликовали на сайте Иркутского драмтеатра В афише 22 постановки Традиционно гости привезут свои сценические версии пьес Вампилова А хотя и во фестивале охлопковцы покажут три постановки Это трагикомедия «Земля Эльзи», современная драма «Чморик» и долгожданная и даже сенсационная премьера «Ухряб» по рассказам Виктора Пелевина Израиль привезет историю о жизни, творчестве и мироощущении Марка Шагала И, пожалуй, самой титулованной и ожидаемой станет работа башкирского театра драмы «Зулейх открывает глаза» по бестеллеру Гузель Яхиной В этом году спектакль получил сразу пять премий «Золотая маска» Уже в эту субботу стартует девятый международный ралли-марафон «Шелковый путь» В нем рекордное количество стран-участниц, в этом году их 36 Приехали спортсмены разных континентов В гонки впервые в истории выступят квадроциклисты и мотогонщики Сегодня среди них первая россиянка, участница ралли «Дакар» за всю историю легендарного марафона Анастасия Нефонтова С ней и другими спортсменами встретилась наша съемочная группа Анастасия Нефонтова единственная девушка в России, которая входила в тройку сильнейших в пяти видах мотогонок В том числе уровня Кубка Мира Более того, она выступает на престижных гонках без техподдержки Свой 13 номер она считает счастливым и старается на всех турнирах выступать именно под ним Правда, на «Шелковом пути» ей достался 56 Теперь мотогонщица одна из самых титулованных в России Помимо редкого для девушки увлечения, она играет на скрипке, кандидат в мастера спорта по горным лыжам И у нее два высших образования По словам организаторов, ее участие – знаковое событие для ралли Нам, как представителям автомобильного мотоциклетного спорта, было очень интересно пообщаться с Анастасией Анастасия очень обаятельная и в то же время очень сильная мотогонщица Это настоящий пример того, что все невозможное возможно Главное, скажем, в это верить и никогда не сдаваться В гонках участвуют представители разных стран На ралли приехала титулованная команда «Монстр Энерджи Хонда» За нее выступают гонщики из Чили, Испании, Португалии, Аргентины Многие из них впервые в России Признаются, что удивлены, насколько огромная держава Мы долго добирались до России Честно, я под впечатлением И с нетерпением жду старта Мне интересно сравнить ощущения от России, где гонка стартует И от Китая, где она закончится На старт в Иркутске выйдут 24 мотогонщика Благодаря тому, что автопробег входит в календарь чемпионата мира по ралли-рейдам В нем участвуют сильнейшие спортсмены Всего 97 участников в трех категориях 54 в категории автомобили 16 в категории грузовиков И 27 в категории мотоциклов и квадроциклов Стартует гонка 6 июля в Иркутске А завершится 16 числа в китайском Дуньхуане Ралли-рейд «Шелковый путь» пройдет по бездорожьям и дорогам общего пользования Задача экипажей максимально быстро преодолеть скоростные участки по определенному маршруту При этом отметиться на обязательных контрольных точках Победитель гонки определится по минимальной сумме времени на всех этапах Александр Гаврилов, Сергей Полянский, новости сейчас Тройная победа Спортсмен Артем Черноусов вернулся со вторых европейских игр Они проходили в Минске с 21 по 30 июня Всего в соревнованиях участвовали 3,5 тысячи спортсменов из 50 стран В стрельбе из малокалиберного пистолета Артем трижды становился лучше Результат сразу три золотых медали А также звание мастера спорта международного класса по полевой стрельбе Удостоверение вручил министр спорта Иркутской области На встрече Артем признался, что эта победа лишь подготовка к Олимпийским играм Стрелок твердо намерен попасть в сборную И уже 11 августа отправится на новый турнир в чемпионат России в Казани Я в принципе остался доволен Особенно результатом, который измеряется в медалях Это довольно достойный результат получился Три золотых медали Это на самом деле уровень высокий Это еще одно подтверждение высокой школы и хороших традиций полевой стрельбы в Иркутской области Безусловно, победа Артема, тройная победа на Европейских играх Это выдающееся достижение Особенно это важно в преддверии предстоящих Олимпийских игр К этому часу у меня все новости Я прощаюсь с вами Всего вам доброго и хорошего дня Продолжение следует...